Здравствуйте! В эфире телеканал Репортер. Мы находимся на Одесской киностудии. В 1969 году в советский прокат, пожалуй, вышла самая одиозная картина того времени. В данном случае речь идет о фильме «Опасные гастроли». И сегодня мы побываем, собственно, в павильоне, который приурочили к этому фильму. Валерия, здравствуйте! Вот мы с вами встретились вновь, и сейчас проходит неделя Высоцкого, собственно, все ему посвящено, ретроспектива, безусловно. И среди картин, в которых снялся Высоцкий, есть и «Опасные гастроли». Очень интересная лента режиссера Юнгвальта Хелькевича. Теперь, для того, чтобы я не сказал все, что могли бы сказать вы, давайте продолжим. Собственно, мы находимся в этом павильоне неспроста, ибо... Это одна из реплик кинофильма «Опасные гастроли», который снят в 1969 году, в котором описываются 1910-1911 годы Одессы, когда большевики Высоцкий играл Жорджа Бенгальского. Жорджа Бенгальского. Давайте так. Он играл человека, который боролся с имперским режимом. И для того, чтобы вот так посчитали большевики, для того, чтобы вот лучше бороться с имперским режимом, мы сделаем в Одессе... Театр Варьете. Варьете, да, собственно. Удалось или не удалось, это, собственно, можно смотреть самой картине, да. Ну, давайте, здесь проделана очень-очень-очень большая работа, и это видно, и это видят наши зрители. Давайте пройдемся, собственно, по экспонатам. Давайте начнем, знаете, с чего? Вот неспроста же этот пиджак висит на вешалке. Вот пройдемте к нему. Ага. Рассказывайте. Это один из трех костюмов Владимира Семеновича в этом фильме. Был еще бежевый, был серый. И вот вы наблюдаете, который к нам попал на Одесскую киностудию. Это один из костюмов, и он оригинальный. Он оригинальный. То есть люди думают, ну, там, воссоздали по мотивам. Нет. Нет, это оригинальный костюм, которым, кстати, он и чаще всего фигурируется в опасных гастролях. То есть он... Ага. Ну, давайте вот немножечко посмотрим на сам костюм, да. Вот это, собственно, мода десятых годов. Да, десятых годов. Дизайнерски подойти к этому. И уже видим, что немножечко моль, так сказать, оставила свои отпечатки, да? Но, тем не менее, пиджак 69-го года. Еще интересно я могу рассказать. У Высоцкого было два периода, когда он был в Одессе. Это бородатый период и усатый. Опасные гастроли и белый взрыв рассказывают об усатом периоде. Короткие встречи и вертикаль. А бородатым? Это усатый период. Да, это усатый. Это пиджак усатого периода. Возле рояля мы стоим. Рояль также, собственно... Он очень к нам попал на кем-сунь интересным образом. Это рояль 1600-х годов. Очень старый. Старинный, можно сказать, чтобы красиво. И он, конечно же, не совсем оригинальный в фильме, был иной. Но, если посмотреть, что он очень подходит к фильму, потому что почти он является его прототипом. Вот, что очень случайно, и не случайно, как говорят. Какую роль играл рояль в этой картине? Рояль играл одну из главных ролей. Ролей, в которой могли играть предметы. Да, потому что предметы в кинематографе, особенно на детском кинематографе, в этот период, 69-го года съемок, играли важную роль, чтобы зрители обращали внимание. Как и актерская кинофизиогномика позволяла зрителю распознать характер героя. Так и вещь. Давайте так. В одесском кинематографе того периода, если в начале фильма нам показывали оружие, то в конце фильма оно обязательно выстреливало. Выстреливало, да. Так же, собственно, и с роялем. Мы наблюдаем сцену, на котором выступали актеры театра французского Варите, которые попали в Одессу. И на этой сцене именно Высоцкий исполнял куплеты об Одессе. Прошу вас, господа, других не вижу здесь. Ну вот если мы приблизимся к этой сцене, мы увидим, собственно, здесь есть у нас и вот такой львенок, да? А, ну если честно, вообще в Одессе по бульварам, особенно самым аристократичным, распространялись виллы банкиров, ограды, и на них были львинные морды в коронах. Это, значит, на таких это хозяева города. И их был герб, это лев. Ага, соответственно, поэтому это и в картине, собственно, присутствовало, и это, собственно, здесь. Я вам расскажу интересный факт, чтобы подытожить, что нужно понять. То, что на роль Бенгальского было очень много человек, но Георгий Ингвальфелькевич, как вы и говорили, режиссер фильма, сказал, что, пожалуйста, допустите ошибку те, кто на кастинг идут. Володя не принимает, а роль написана специально для него. В этом фильме я хочу, чтобы зрители поняли, что актерский талант, как у Высоцкого, он бесценен. Как и бесценен, это кинолента, которую вы должны посмотреть, потому что это одесский кинематограф, в котором живут наши любители одесского кино. В целом, ваше отношение к Владимиру Высоцкого? Ну, я особисто його люблю, це співак і актор мого дитинства, його дуже любив мій батько, я знаю багато його пісенів. Досі в моєму плейлисті є частина репертуара Висоцкого. Ну, а фільми Висоцкого, вже будучи на Одесский кіностуді, я по-новому поглянул на Висоцкого в двох фільмах. Це, по-перше, фільм «Короткий зустріч Кіри Муратови», це унікальна чоловіча роль, залишатися поруч з жінкою, чи бути вільним, цікавий трикутник, любити одну, чи вернутися до попередньої, ну, така дивина. Ну, і, звичайно, фільм «Білий взрыв», у него там хай не велика роль, але все равно роль доволі фактурна, тому я по-іншому подивився на Висоцкого вже зараз, уже в дорослому віці. А вот, согласитесь, фільм «Опасные гастроли» дуже цікавий, хоча б тому, що головну роль виконує Владимир Висоцкий, який взагалі не любив советський режим, але в фільмі він как би представляє цей режим, але, тем не мене, мені кажучи, зритель поймёт, яку правду і істину несёт персонаж Висоцкого, як ви вважаєте? А, безумовно, дивно дивитися на Висоцкого в ролі революціонера, захищаючого, але погодьтеся, що він все ж таки в житті був дійсно революціонер, реакціонер. Він був людиною, яка певною мірою уособлювала в собі незгоду людей із певним обмеженням і так далі. Він тут бореться більше за свободу. Ну, і, зрештою, цей фільм, він більше про творчість, про таку знакову роль творчих людей у зміні суспільства, у привнесенні нового, тобто у подоланні, тобто у боротьбі проти засилля і когось там свавілля і так далі. Замечательно. Во-первых, огромное вам спасибо. І, если можете, немножечко нам рассказать, що нас ждёт в течение року вообще в целом на кіностудії. Хочу сказати таким чином, що я дуже люблю фільм «Приходити завтра», а там буквально останній кадр звучить таким чином. Время лёгких успіхів прошло.